Приветствую, друзья, с вами World of Online. Сегодняшнее видео у нас посвящено средствам нанесения урона в Ив онлайн. Конкретно мы поговорим о классификации и типологии вооружения. В сегодняшнем видео я выяснил время разобрать только два из них. Это смарт-бомбы и турельное оружие. Остальные мы рассмотрим в других видео и посмотрим в зависимости от того, насколько объемные они будут, на эту тему выйдет одно или два видео дополнительно. В комментариях не стесняйтесь задавать вопросы, потому что я могу что-то упустить, забыть, проморгать, может быть где-то что-то напутал, поправьте меня, пожалуйста. В остальном я постараюсь вам помочь избавиться от такой очень интересной просьбы, а скинь, пожалуйста, свой фит. Нет, я не скину свой фит. Я лучше научу фитаться вас. Важно здесь то, чтобы, скажем, какую задачу ставлю я для себя в этих видео, чтобы новый игрок получил ответы на свои вопросы и сумел самостоятельно подобрать себе ту конфигурацию оборудования, которое действительно подойдет его стилю игры, его интересам, его фану и он получит от этого максимум удовольствия, профита, радости. Я вот как такой однокноточный краб, у меня вот свои фиты, у других людей другие фиты, потому что у них не крешни, у них лапки, а у некоторых даже руки. У кого руки, у тех третьих фит, которые с моими крышнями вообще никак я не могу использовать. Но важно здесь не это. Важно здесь то, что умение фитать корабль, оно приходит как раз из понимания того, как какие модули вообще работают, для чего они нужны, как их правильно использовать можно, в каких ситуациях они применимы, в каких неприменимы, в каких более эффективны, менее эффективны, как правильно понимать те или иные характеристики, коих в игре огромное количество, как ориентироваться в маркете, потому что в маркете просто немереное количество модулей, например, однострельных турелей, пластеров, еще чего-то такого. И просто ужас в этом всем запутаться, можно и мозг себе сломать к какой-то матики. Вот с этим я бы хотел как раз помочь зрителям, надеюсь, что у меня это получится. Ну, не сломать мозг, а укрепить мозг и научить разбираться в этих модулях, чтобы все работало. Все, давайте начинать кино. Итак, начнем мы с самого кораблика Gnosis. Gnosis это считается среднеразмерное судно, такое большое среднеразмерное, это линейный крейсер. Бонусы он имеет практически к любому виду вооружения, за исключением Smart Bomb. Ну, они же импульсные излучатели, но по привычке вот такие динозавры, как я, зовут их Smart Bomb, потому что по английскому языке именно так они и называются. Удобное, простое название. Непонятно, правда, почему оно так звучит, потому что... Почему эта бомба умная, если она нифига не умная? Ну, об этом мы поговорим чуть попозже, сначала Gnosis. Корабль имеет, давайте посмотрим его защитные показатели, это уникальный корабль с точки зрения защиты, потому что у него защитные показатели, в общем-то, эквивалентны. То есть, обычно у нормальных кораблей защитные показатели резисты, разбросаны с разными акцентами. То есть, в классике любой корабль это щит, убирается защита от электромагнитного излучения на ноль, небольшая защита термическая, и дальше по нарастающей идет кинетическая и самая большая фугасная защита. Броня обратно, наименьшая защита, но все-таки присутствует, это фугасная, затем идет кинетическая, чуть больше защита на термический урон, и дальше идет защита к электромагнитному урону. И вот, поэтому, получается, у нас есть разные фиты, какие-то сфокусированы на броне, какие-то сфокусированы на шилде, по той причине, что некоторый урон удобнее танковать броня, некоторый урон удобнее танковать щитом. Вот, это то, что вам нужно поднимать о гнозисе, он отличается от других кораблей, когда вы будете выбирать себе корабль, да, вот вы будете смотреть вот на эти резисты, когда будете выбирать, как же вы будете защищаться. Дальше идет прочность корпуса, по дефолту это от 33%, до 60% можно разогнать ее с помощью специального модуля, не будем об этом сейчас говорить подробно, потому что сейчас мы говорим об оружии, в первую очередь. Ну и дальше бонусы, давайте рассмотрим по 25%, у него увеличение средних лазерных орудий, средних гибридных, средних баллистических орудий. Также, на корабль становятся импульсные оптимизаторы, не путайте с импульсными бомбами или импульсными звучателями, они же смарт-бомбы, это разные модули, сейчас я вам покажу почему. Импульсные оптимизаторы, это модули, такие, саппорт класса, то есть они помогают вашим союзникам, улучшать характеристики брони, щита, двигательных систем, то есть это такие вот корабль бонусы. И нам, в общем-то, не нужно, опять же, на этом заострять внимание, нам нужно вернуться к оружию. У корабля есть бонусы практически ко всем видам вооружения, кроме смарт-бомб. Это все возможные турели, это тяжелые и тяжелые штурмовые ракеты, это дроны, ну, собственно, и все виды вооружения мы перечислили. Таранить, к сожалению, Евки нельзя, а жаль. Порой я об этом очень сильно жалею, учитывая мою криворукость в управлении кораблями. Таранить я бы мог, мне кажется, это самое эффективное, чем бы я пользовался. О, ну, кроме того, у корабля есть бонусы для разведзондов. Ну, собственно, это не оружие, это способ обнаруживать сигнатуры целей. Ладно, переходим непосредственно к оружию, давайте немножечко расскажу о типологии. На какие типы подразумевается оружие. Средства нанесения урона в онлайн можно разделить на четыре больших класса. Первый, это импульсные излучатели, о них мы поговорим. Второе, это турельное орудие. Третий, это ракеты. И четвертый, это дроны. Вот, теперь давайте более подробно поговорим про импульсные излучатели. К этому виду оружия у нас нет бонусов, но я вам покажу, как оно работает и где оно примерно применяется. Опять же, это только известные мне способы. На самом деле их может быть гораздо больше и, в общем-то, ограничены только вашей фантазией и желанием это оружие применять. Вот, нам вежливо сообщают, что видеосъемку мне придется на какое-то время прервать, минут через 9. Надеюсь, я успею для вас что-то снять за это время. Переместились для съемок в другое место и теперь подробнее про импульсные излучатели. Кроме того, что они делятся по размеру, это сверхмалые, малые, средние, большие. Понятно, что для нашего размера корабля оптимальный вариант средний, но опять же не критично. Вы можете впихнуть любые орудия, любой корабль по своему желанию, имея некоторое ограничение при этом. Если вы используете заведомо слишком крупный модуль, соответственно, он более прожорливый ресурсом реактора и ЦПУ, соответственно, у вашего корабля может не хватить мощности для каких-то важных для вас других вещей. Поэтому более подробно я расскажу об этом другу в других наших видео. Итак, про излучатели. У нас среднеразмерный корабль, давайте берем средние. Что они из себя представляют? Это, по сути, 4 типа девайса. У них разный уровень у них у всех. Они могут быть в базовом варианте, могут быть в таком вот доработном варианте и могут быть в Т2 варианте. Поскольку у меня ни один из них не выучен, то мы имеем, скажем так, тело с излучателями без бонусов, без всяческих бонусов. Что из себя представляет бонус? Давайте посмотрим. Импульсные излучатели. Навык использования импульсных излучателей за каждую степень освоения навыка на 5% сокращается рабочий цикл импульсных излучателей. Переводя на человеческий язык, это скоростельность. То есть излучатель за цикл своей работы наносит столько-то единиц урона, единовременно цели, которая попала в радиус поражения. Соответственно, чем чаще эта ханомена активируется, тем больше урона в секунду она наносит. Есть минус. Чем чаще она активируется, тем больше ресурсов конденсатора она будет жрать. Это вам нужно иметь в виду. Ну ладно, давайте начнем. Давайте продолжим тему, как это работает. Значит, работает оно следующим образом. У нас есть тип урона. Один из возможных это либо электроналитный урон, либо кинетический, соответственно, либо термический, либо фугасный урон. Вот от любого противника вы можете подобрать соответствующий тип урона. Далее. Что еще нас интересует? Ну понятно, у него есть характеристика потребления единиц гига джоулей за цикл активации. Кроме того, у него есть радиус действия, что очень важно. Давайте посмотрим, меняется ли радиус действия в Т-2. Нет, не меняется, не меняется базовый урон. Давайте посмотрим примерно на примере электромагнитных смарт-бомб, а что из себя представляет урон. Ну и вот. Вот так вот. Утыкались вот такими бомбочками. И что мы видим? Мы видим, что в пределах четырех километров, как работают вообще импульсные излучатели, на пределном радиусе от вашего корабля начинают излучаться вот эти вот импульсные излучатели. Они дамажат всех, кто подлетает на радиус четыре километра к вам. То есть все, что ближе четырех километров к вам, получает в нашем случае 84 единицы урона в секунду. Это кажется не очень много, но давайте рассмотрим на другом примере. Например, ну какой-нибудь там, кого часто используют? Мегатрон. Вот, Мегатрон должен нам помочь. Очень часто вот эти штуковины используют как раз в большом размере. Вот на таких кораблях. И что же они делают? Их предназначение ловить интерцепторов, которые прыгают между гейтами. То есть интерцепторы, которые везет цельный груз, например, чертеж стоимостью пару миллиардов, там, блексы, еще что-то такое. Очень трудно поймать. Потому что он очень ловкий кораблик, он очень быстрый кораблик, он игнорирует бубли, то есть такие области, попав в радиус которых вы лишаетесь способностей к варп-перемещениям. Вот. И вот есть способ поймать такие корабли. И вот парочка вот таких линкоров встает рядышком возле ворот, активирует вот такие смарт-бомбы. Я не знаю, какой тип урона они используют. Скорее всего, кинетику, потому что в кинетике практически у всех дырка, так или иначе. Либо кинетика, либо термал. Вот. И они, в общем, легко вот так вот лопают маленькие картонные импульсные звучатели. Имейте в виду, что у меня они не прокачаны, а у тех, кто занимается вот этим вот смарт-акэмперсом, вот эти вот импульсные звучатели гораздо больше урон наносят. То есть, понятно, не 240 дпс, хотя даже 240 дпс для перехватчика это очень большой урон. Получив альфу 2400 единиц, ну давайте вот на примере, вот у меня перехватчик, у меня единиц прочности всего 1904. То есть, получив вот так вот 2000 с небольшим, да, я просто лопаюсь, лопаюсь и все, нет меня. Скушали. И, соответственно, мой лут достается тем, кто меня лопнул. А это может быть чертеж, это могут быть плексы, это может быть там какой-нибудь хабар из вашей базы, там, не знаю, в червоточине. То есть, много чего можно перевозить вот на перехватчиках. И многие этим пользуются. Вот вторая область применения, которую я знаю, это такой очень своеобразный фарм. На некоторых аномалиях NPC появляются очень близко друг к другу. И два три линкора встают рядышком, вот так, чтобы не задевать друг друга. И включают вот эти вот смарт-бомбы, просто лопая своих врагов, нанося им большой урон. Вот. И таким образом они спиливают непись, которая мелкая, в первую очередь. Мелкая, средних размеров. То есть, она лопается прям вообще на ура. И рядышком там стоит какой-нибудь их товарищ с турельными орудиями, который на правильной дистанции стоит. И лопают уже более крупные корабли. А чем хорош вообще вот этот вот способ фарма? Он хорош тем, что вы дамажите по массе. То есть, все те, кто попадают в радиус поражения ваших смарт-бомб, они автоматически получают урон единовременно. То есть, вы не 240, например, да, бьете. Не по одному кораблю, скажем так, а по десятку кораблей. 240 на 10 это 2400. То есть, вот ваш такой вот дамаг вот таким образом устроен. Других областей применения, к сожалению, я не знаю. Если знаете, вы напишите в комментариях. Я думаю, что зрителям это будет интересно. Вот. И второй такой нюанс использования вот этих смарт-бомб заключается в том, что их нельзя использовать, если вы выпустили дронов. Дело в том, что смарт-бомбы не различают свой чужой и, соответственно, будучи включенными, они начинают дамажить все, до чего могут дотянуться, в том числе ваших уронов. Поэтому, если вы имели неосторожность их выпустить, либо какие-то ваши союзники слишком близко к вам находятся, то они тоже будут получать этот урон и, в общем-то, никак защититься от него не могут. Поэтому мне непонятно, почему их называют смарт-бомбами, когда они нифига не смарт, а просто фигачат туда, куда могут достать. Вот. Такие дела. Давайте перейдем к следующему классу вооружений. Следующий класс – это у нас турельные орудия. Вот здесь придется отдельно поговорить, потому что каждый такой подкласс, каждый тип турельных орудий, он уникален. Как они делятся для начала? Условно их можно разделить на область действия. Ну, грубо говоря, в случае баллистических орудий – это автопушки и артиллерия, соответственно, ближний бой, дальний бой. Гибридное орудие – бластеры и жильцатроны, ближний бой, дальний бой. Лазеры – ближний бой, дальний бой, соответственно, импульсные лазеры и лучевые лазеры. Это, чтобы было понимание. Пока рассмотрим на примере орудий ближнего боя. Что мы видим? Опять же, мы видим деление. Везде деление по размеру. Размеров, на самом деле, больше. Есть еще сверх большой размер, но в данном случае мы его не используем, потому что в гнозе он физически не полезет. В него характеристик корабля. Его фитинговой системы не хватит на это. То же самое, простите, у бластеров. То есть, мы можем выбрать большие, средние, малые. То же самое у лазера. Опять же, мы выбираем. И давайте рассмотрим именно те, к которым у гнозиса есть бунуты. Средние. Ой, как много. Очень много. Ну, они вообще тоже подразделяются на свои подклассы. Я их называю калибрами. Вы можете называть иначе. Может быть, есть какая-то официальная терминология. И онлайн. Мне об этом ничего не известно. Я считаю, что есть орудия среднего размера, разного калибра. В случае пулеметов. Это у нас 220 мм вулкан. Это у нас 425 мм автокэнон. И это сдвоенный 180 мм автокэнон. Ничего не понятно. Кто, что, зачем это все. Давайте по порядку рассмотрим все три. Мы рассматриваем сейчас пулеметы. Заряжаются они все одним типом боекрепасов. То есть, это патроны среднего размера, любого типа. Это могут быть ДМП, например. Это могут быть фазы плазма. Там другие какие-то. Опять, ничего не понятно. Столько названий и непонятно вообще ни черта. Как бы нам все это систематизировать? Давайте начнем с калибров. А боекрепасы рассмотрим уже после того, как мы рассмотрим пушку. После того, как поймем, как они стреляют. И вообще, что из себя представляет. Значит, у нас разные калибры. Давайте я их упорядочу. От меньшего к большему. 180-й самый маленький. Самый большой 425-й. И вот такой вот 220-й. Это уже такой средний калибр. Заряжаем их фьюженами. И что мы видим? Во-первых, давайте отключим два других модуля. Оставили самый слабый калибр. Что мы видим? 26 ДПС. Это вот сколько выдает вот эта пушка. Смотрим следующий. 28,5. Следующий. 29,9. Ну, почти 30 получается. То есть, чем больше калибр, тем больше дамаг. Поэтому умерность вроде простая. Дальше. Что нас еще интересует? Нас интересуют показатели дальности и скорость наводки орудия. Вот здесь очень интересный момент. Тоже есть закономерности. Чем меньше калибр, тем меньше дальность. И чем меньше калибр, тем выше скорость наводки. Это требуется для того, чтобы вы подобрали оптимальную пушку для цели, которую намереваетесь убивать. Например, если цель крупнее вас, либо соразмерно вам, то вы выбираете максимальный калибр и, в общем-то, не прогадаете. Если цель соразмерна вам, она может быть крупнее, может быть чуть мельче, но вы берете средний калибр и тоже, в общем-то, не прогадаете. Последний момент. Если вы знаете, что ваша цель заведомо будет меньше и быстрее вас, вы берете наименьший калибр и не прогадаете. Дальше. Дистанция. Вы знаете, что цель будет держаться от вас примерно в 10 километров Смело берете вот эти пушки Их дальность поражения 13 километров с моими скилами Соответственно я по ним буду попадать Не очень хорошо, но попадать буду Дальше я знаю, что все те же 10 километров 12 прекрасно подходят мне эта дистанция Я могу пользоваться Все те же 10 километров, малая цель 11 километров могу пользоваться Но вот эта 425-я автоконна Будет наносить больший урон По той причине, что есть закономерность Вот эта вот дальность действия В саром переводе называлась эффективная дальность И это очень правильный перевод был Я не знаю зачем его изменили Эффективная дальность по сути Это та предельная дальность На которой ваше орудие турельное может действовать Все что находится за пределами вот этих 13 километров Вы будете промахиваться Большую часть выстрелов Иногда вы будете попадать Но чем дальше от этих 13 14, 15, 16, 20 Тем ниже вероятность того, что вы попадете Более подробно, если вас интересуют циферки Формулы Если вы тащитесь от такой дотошности Вы можете посмотреть видео Парня по имени Дакота Так и пишите Турельное орудие Дакота И в онлайн Без проблем Был вот поисковик Вам его найдет То, что мне хочется объяснить Так вот, чтобы Более-менее доходчиво Потому что У Дакота очень классный подход Но в его формулах Честно Я сам часто путаю И, как я понял В итоге Я вообще неправильно все понял И У меня взорвался мозг Ну, девка она такая Она взрывает мозги Значит Давайте начнем вообще С показателей Вот этих вот Дальностей Есть оптимальная дальность Оптимальная дальность Это Показатель Который влияет На нанесение Полного урона В вашем орудии То есть На оптимальной дальности В стоячую цель Вы сто процентов Попали И нанесли Максимальный урон Дальше идет Убль Убль Между Оптимальной дальностью И Эффективной дальностью Вот чем ближе От оптимала К эффективной дальности Тем Меньше вероятность Нанести полный урон Но Шанс попасть Все еще очень высокий За шанс попасть Отвечает В большей степени Скорость наводки Орудия А за нанесение урона Какой урон будет Нанесен Отвечает Дистанция Вот примерно Так это работает Хотя может быть Опять же Я что-то путаю Но Могу сказать так На глазок Находясь В 6-7 километрах Вот с этими орудиями Я прекрасно буду попадать По любой цели Которая мне Соразмерна Если цель будет Меня меньше То Я буду юзать Скорее Вот такие 180-ти Миллиметровые пушки И держаться Где-то тоже Километров 5-6 Вот Прекрасные будут Попадания Далее Давайте посмотрим Еще характеристики Орудий У нас есть Еще такая вещь Как Цикл выстрела Давайте посмотрим Цикл выстрела Раз Не хочет Да Вот так Делать Ну ладно Тогда придется Цикл выстрела Это Как часто Ваша пушка Будет совершать Выстрел В случае Самого Малого Калибра 3,24 Секунды Смотрим 3,40 Смотрим 4 секунды Вы видите Закономерность Что Каждая пушка Наносит Урон Со своей частотой Чем больше Калибр Тем реже Она стреляет Опять же Это влияет В том числе На частоту Попадания Если вы не уверены Что вы попадаете По цели Вам нужен Огонь Более Быстрый Более Скорый И опять же Вы смотрите На Характеристики Вашего корабля Если например Дается бонус Скорострельности То Орудия Меньшего Калибра В меньшей Степени Влияют На потери Урона Потому что У них В общем-то Все хорошо Со скорострельностью Ваша Скорострельность Растет От бонусов Корабля И так сказать Компенсирует Немножко Недостатки Урона Дальше Здесь я думаю Уже Мне нечего Добавить Кроме Того Наверное Что В каждую Пушку Заряжается Своё Количество Боеприпасов Например Малый Калибр 200 штук В магазине В среднем Калибре 160 И Самым Крупном 120 То есть Это Опять же Обустроено Тем Что Они стреляют С разной Частотой С разной Частотой Будут Разряжаться Соответственно Пушки Малого Калибра Будут Жрать Больше Патронов Чем Пушки Более Крупного Калибра Это То Что Имеет Смысл Знать И Понимать Давайте Теперь Поговорим О Боеприпасах И Почему Их Так Много И Как Вообще Среди Них Не Потеряться Я Прошу Прощения Упустил Еще Одну Деталь Такое Маленькое Маленькое Дополнение Давайте Посмотрим Еще Кое Что Служба Оснащения Я Заменил Пушки На Т-2 Чтобы Рассмотреть Еще Т-2 Боекрепасы И Посмотреть Чем Они Отличаются От Т-1 Фракционов Использование Ресурсов Вашего Корабля Обратите Внимание Что Каждая Пушка Потребляет Своё Количество Ресурсов Своё Количество Терофлопсов Вашего Процессора И Своё Количество Мегаватт Вашего Ядра Реактора Кроме Того Здесь Это Не Указывается Поскольку Огнестрельное Оружие Не Потребляет Конденсатор Но Есть Ещё Одна Закономерность Чем Больше Пушка Тем Больше Нужно Ей Гигаджоули Для Активации Это Скорость Поедания Вашей Капы Это Тоже Нужно Понимать И Знать Значит Закономерность Опять Всё Та же Чем Крупнее Калибр Тем Больше Ресурсов Пушка Ест Вот Мы Сейчас Смотрим 180 Миллиметров Самая Слабенькая Та Вторая Пушка Она Ест 79 МВт И 14 С Небольшим 14 25 Терафлопс Процессор Средний Калибр Уже 16 Терафлопс И 99 МВт Калибр 136 МВт И 18 75 Терафлопс В общем Разница Что Называется Ощутима Поэтому Вот Именно Поэтому Когда Мне Фит Не Лезут В Какие Пушки Я Смотрю Калибр Послабее Вообще Смотрю Устроит Меня Не Устроит Этот Калибр И Я Смотрю Также Могу Я Как-то Оставить Тот Калибр Который Мне Нужен Может Мне Стоит Скомпенсировать Недостатки Своего Реактора Поставить Какой Могу Я Себе Это Позволить В Редких Случаах Я Использую Импланты Совсем Редких Потому Что Я Очень Опасаюсь Сливать Капсулу С Дорогущими Имплантами Они В общем То Недешево Часто Импланты Стоят Дороже Чем Весь Ваш Корабль И Сливать Такое Будет Очень Убидно Особенно Если Вы Улетите Вчервоточины Капсулу Слить Вообще Не Фиг Делать Ладно Вернемся К теме Патроны Давайте Для начала Рассмотрим Вот Эти Вот Варианты Чем Они Между собой Отличаются Значит Вы Наверное Уже В моих Видеороликах Замечали Что я Уже Знаю Примерно Чем Заряжать Орудие И Как Оно Себя Поведет В Баллистических Орудиях По большому Счету Есть Три Основных Типа Урона В принципе И четвертый Тоже Есть Но Он Не Так Прикольный Не Так Эффективный Я бы Сказал Значит Основные Это ЕМП Снаряды По названию В общем Должно Быть Понятно Что Они Бьют Преимущественно Электромагнитным Зарядом Однако Это Не Чистый ЕМП Да Это Он Бьет Немножечко Так Частично Кинетикой И Еще Чуть Чуть Он Довыгряет От Фугасного Урона Чистого Электромагнитного Урона У вас Нет Как Например Был бы Он От Ракет Соответствующих Ну а ракетах Позже Дальше Fusion Это тоже Боеприпас Он Бьет В меньшей Степени Кинетикой И в основном Бьет Фугасным Уроном Соответственно Вы Подбираете Его Под Врага У Которого У У У Круглассного Урона Это Понятно Следующий Фаза Плазма Основным Просто Используются Три Вот Этих Типа Боеприпасов Чем Они Бьют Они Бьют Термическим Уроном И Кинетикой Как Видите Да В общем-то Термический Относительно Небольшой Но Есть Суммарный Суммарный ДФС Цифер Он Примерно Одинаковый Как бы Я не Менял Да Вот Оно Одинаковое Дальше Что Еще Мне Хочется Вам Показать Есть Также Другие Типы Боеприпасов Они Реже Используются Но Тоже Используются Больше В ПВЕ Используются Тех Тары Боеприпасы Иногда В ПВП Ну Вот Например Бередж Используется Для Того Чтобы Повысить Дальность У каждого Боеприпаса И Свои Характеристики То есть Что Он Делает Вы Можете Посмотреть Грубо говоря Вот Здесь Вот Как Работает Данный Боеприпас Как И Его Аналоги ЕМП И Фьюжн Он Снижает Оптимальную Дальность Действия На 50 Пациентов То есть В чем Это Выражается Допустим Мы Вынимаем Такие Патроны Пазы Плазма Смотрим На Крупном Калибре У нас Дальность Полтора Километра И Тринадцать Километров Эффективная Дальность Отлично Вынули Эти Поэкрипасы Смотрим Оптимал Три Километра Эффективная Пятнадцать Вот Интересный Момент Что Эффективная Дальность Рассчитывается От Оптимальной То есть Чем Выше Ваш Оптимал Если Вы Поднимаете Дальность Дальность Своего Оптимала То У вас Вырастет Еще Эффективная Дальность Потому Что Она Рассчитывается На базе Оптимала Это Важный Момент Поэтому Когда Вы Выбираете Что Поднять Оптимал Эффективная Дальность Я Например Обычно Понимаю Оптимал Потому Что У меня Не Только Оптимал Вырастет Но Еще Эффективная Дальность Подальше Давайте Перейдем К Следующему Типу Боеприпасов Вообще Пробежимся По ним Всем Наверное Да Carbonized Lead Если Я Не Ошибаюсь Это Свинец В Чем Его Бонусы Есть В Подписание Вы Можете Посмотреть Я Вот Это Не Читаю Я Смотрю На Характеристики Повышает Оптимальную Дальность На 60% Повышает Скорость Слежения Орудия На 5% Грубо Говоря Опять Ж Смотрим Базовые Характеристики Тиски 3 15 Дальность Да И 42 42 Единицы 42 2 Треть Заряжаем Вред Свинец 4 8 Километра Оптимал 17 Километров Дальность При этом 44 У нас Трекинг Вырос Область Применения Опять же Вот этого Боеприпаса Обратите внимание Бьет он По большей части Кинетиком Соответственно Его можно Использовать Для целей В которых Руизивность Кинетику 1 Для целей Которые Находятся Относительно Далеко От вас 2 И для целей По которым Вам нужно Хорошо попадать Потому что Вам нужно Повысить Трекинг 3 То есть Вот примерно Так это Работает Уран Бонус Скорости Слежения 20% Никаких Характеристик Он не Меняет Но Добавляет Большую Скорость Слежения Опять же В чем Это выражается Зарядили Смотрим Скорость Слежения Выросла До 50% Дальше Типы Урона Вот это Интересный Момент Хреновина Бьет Двумя Типами Урона Термическим Уроном 39% Фугасным Уроном 39% И 26% Кинетикой То есть Опять же Где можно Применять Такие Боеприпасы Можно применять Например ПВП Где вы Не знаете Где уязвимость Вашего врага Вы хотите Его продавить Расстреливая Его Разными Типами Боеприпасов Я бы сказал Это такие Неплохие Антифрегатные Патроны Потому что Фрегат Зафитать В Омни Танк Очень трудно Раз Повышенный Трекинг Даст вам Больше шанс По нему Попасть Два Если у вас Еще и Сеточка Есть Чтобы Затормозить Ну Вообще Замечательно Будет То есть Вот Как Вариант Дальше ЕМП Мы Рассматривали ЕМП Нуклер Это Интересно Что же За Нуклер Такой Нуклер Опять Смотрите Повышается Дальность Но В отличии От Свинца 4.8 Км 17 4.8 17 Тип Урона Другой Свинца Кинетика А У Нуклер Патронов Будет Фугасный Урон В основном Вот Еще Одно Различие Следующий Фаза Плазма Мы Смотрели Он Бьет Термалом И Кинетикой Смотрим Протон Протон Опять же Общий ДПС Упал Относительно Большая Дальность Но у него Очень Выстокий Трекинг 58 Опять Это Тот Тип Боеприпаса Если Вдруг Там Так Случилось Есть Какая Цель Которая Километрах В десяти От вас Вертится 10-12 Километров Вы Не Можете По Ним Попасть Вам Не Хватает Трекинга Такие Патроны Можно Зарядить И Будете Гораздо Лучше По Ним Попадать Титаниум В свое Время Я Использовал Такие Патроны Титаниум Для Фарма Потому Что Мне Они Позволяли Находиться На Приличном Расстоянии От Своих Жертв НПС Когда Я делал Миссии Третьего Уровня И Вместе С тем Я Умудрялся Их Относительно Хорошо Дамажить Мне Хватало Моего Дамага Для Этих Задач Так Вроде Все Расскажу Титаниум Получается Это Кинетика И Немножечко Фугаса При Хорошей Дистанции При Хорошем Трекинге Вот В общем То Так Кратце Дальше Т-вторые Боеприпасы С Т-вторыми Боеприпасами Засада Потому что Т-вторых Их не очень часто Используют Например В ПВП Потому что У них Занижен Трекинг Если Вы Посмотрите То Что у нас Снижается Скорость Наводки Орудий На 25% Повышается Добавочная Дальность Ведения Огня То есть В общем То Вот этот Боеприпас Нам позволяет До 20 Км Вести Более Милли Эффективный Огонь Я бы сказал Что в километрах С 17-18 Ваша Эффективность Будет уже Заметно Так падать Но В общем На этой дистанции Будет попадать И попадать Неплохо Но Если Ваша цель Внезапно Подойдет К вам Очень близко И начнет Орбитить Данный Боеприпас Будет С очень Очень Такими Большими Проблемами По этой Цели Попадать Кроме Того Относительно Второго Боеприпаса Т2 У него Очень Низкая Такая Мощность Урона А вообще Про Т2 Боеприпасы Я могу Сказать Следующее Что они Делятся На два Типа Дальнобойные И слабые И Боеприпасы Ближнего Боя И Очень Мощные У них У всех Занижен Трекинг Поэтому Скажем так Вот такие Боеприпасы Хейл Я бы Рекомендовал Использовать У них Видите Значит В чем Их Особенность У них Очень Мощный Урон Но Урон У них Однокитный Не будет Фугасным Уроном Вы не Можете Подстроить Под резисто Своей Цели Что Очень Плохо Второй Момент Трекинг У них Еще Ниже Чем У Бередж И Дистанция На которой Вы ведете Огонь Сравним Например С Фьюжном 13 км Дистанция Хейл 10 Да У вас Очень Большой Будет Урон Но В общем То Вам Нужно Стрелять В упоре И По Цели Которая Вам Либо Соразмерно И Двигается Медленно Акти Треноваться Либо Вы Находите Себе Более Крупную Цель Которая Физически Не может Увернуться От Разбамаживаете Уже Ее Вот Таким Образом Оно Работает Вот Теперь Давайте Поговорим О том Каким Образом Вообще Эти Вещи Изменяются Вот Эти Циферки Вот Эти Показатели Урона 249 ДПС Из Пяти 425 Миллиметровых Орудий Это Не Предел Того Что Может Какой Урон Может Наносить Ваш Корабль Все Недостатки В том Числе Артимал И прочее Они Все Компенсируются Я вам Покажу Сейчас Каким Образом Существуют Модули Вот Они Здесь же Находятся Улучшение Систем Вооружения И вот Как раз Они Занимаются Тем Чтобы Изменять Эффективность Вашего Оружия В частности Для Турельников Давайте Рассмотрим Есть Под каждый Тип Турелей Это Лазеры Пулеметы И Бластеры Гибридные Баллистические И лучевое Оружие Используются Свои Улучшайзеры В частности Для Баллистического Оружия Используются Гиростабилизаторы Давайте И вот Таких Оставим И Обратите Внимание Наш Урон Изменился Он Вырос До 411 ДПС Секунды Отключили Модуль 249 Есть Минус Этой Гиролистики Во-первых Гиростабы Как Любые Улучшайзеры Мощность Оружия Они Очень Прожорливы До Вашего ЦПУ Вам Нужно Быть К этому Готовым 30 Торафопс В общем Казалось бы Не так уж Много Но Будете Китаться И Видите Что Их Не Всегда Хватает Далее Есть Также Модули Вот Такие Примеры Наводки Орудий Или Трекинг Энхенсеры Которые Улучшают Характеристики Трекинга И Дальности Они Пассивные То есть Они Не Используют Ресурс Конденсатора Но Они Повышают Эти характеристики Незначительно И Вы Не можете Фокусироваться На том Показателе Который Вам Нужен Как Это Выдет 10 Километров У нас Базовая Эффективная Дальность Дальность 1.5 Километра Оптимал Включаем Один Такой Модуль У нас Получилось 1.65 Километра Оптимал 12 Километров Эффективная Дальность Следующий Подключили 14 Километров Эффективная Там 1.8 Я Округливаю 1.8 Получилось Оптимальная Дальность Следующий Добавляем 1.9 Оптимальная 16 Эффективная Обратите внимание Вы уже Наверное Замерили Что Каждый Последующий Модуль Действует Менее Эффективно Чем Приведущий Действительно Есть Такая Спономерность Об этом Есть Соответствующее Разбуждение Внимание При установке Набор Корабля Второго И последующих Модулей Данного Типа Или Модулей Влияющих На Те же Характеристики Что Важно Эффективность Действия Менее Заявленная И В общем То Она В такой Диометрической Прогрессии Уменьшается Если Первый Я Примерной Цифрю Более Подробно Опять же Можно Посмотреть Гадик До Коты Но В голове Нужно Держать Примерно Следующее Первый Модуль 100% В Второй 90% Третий 50% Четвертый 25% Пятый То 10% То 5% Совсем Слабенько И Еще Один Модуль Который Я Хочу Показать Вычислитель Наводки Орудий Или Трекинг Конфютерс Я Почитаю Вот Их Использовать Давайте Объясню Почему Отключаю Вот Эти Модули Когда Используем Вот Таких Казалось Да Вот От Них Толку Даже Меньше Чем От Третий Грин Хэнсеров Они Еще И Средние Слоты Занимают Очень Полезные Они Еще И Державые Наши Жрут Зачем Их Использовать Их Использовать Потому Что Вы Выбираете С помощью Специальных Скриптов Какую Характеристику Вы Хотите Улучшить Ну Например Вы Знаете Что Ваша Цель Будет Далеко Находиться В Упор А К Вам Не Подойдет Соответственно Вам Нужно Повысить Ваша Тима В Рейндж До 19 Км Больше Чем 16 И Таким Образом Вы Добиваетесь Результат Дальше Вы Знаете Что Ваша Цель Будет К Очень Близко Находиться Вам Не Нужно Далеко Стрелять Вы Повышаете Трекинг Чтобы Лучше Очень Часто Вы Можете Встретить Что Кто То Из Игроков Использует Фракционные Патроны Они Отличаются От Т Вторых Своим Уроном У них Значительно Меньше Урон Чем Т Вторых Но У них Есть Важная Характеристика У Всех Т Вторых Патронов Занижен Трекинг В То В Т Один Патронов Или Фракционных Трекинг Остается Базовым Ну Грубо говоря Сколько У нас Здесь 81 Трекинг Да Это Ну Что там Наши Включенных Модулей Дороги Включен Не Лешаю 42 Единицы Трекинга Против 29 Единиц Трекинга Ну Тридцать Единиц Трекинга Видно Что Есть Разница Дальше Чем Фракционка Еще Отличается От Базовых Боикерипасов Если Не Считать Цен Берем Фьюжн Н Заряжаем Его 320 ДПС И 42 Единицы Трекинга Смотрим Какой же Репаблик Фьюжн Зарядили 369 Я Округлил И Те же Показатели Трекинга По большому Счету Эти Полиппасы Влияют На Базовый Урон Вот Это То Что Вам Про Типы Боекрепасов Вроде Мы Все Успели Рассмотреть По Боекрепасам Если У Вас Остались Какие Вопросы Пишите В Комментариях Что Еще Мне Хотелось Сказать Про Баллистические Орудия Наверное Все Таким Посмотрим Еще Артиллерию Здесь Два Вида Артиллерии У нас 650 Миллиметров И 720 Принципы Абсолютно Те же То Артиллерия Чем Больше Калибр Тем Больше Ресурсов Она Ест И Тем Больнее Она Стреляет Это Важный Момент Давайте Зарядим Например Южном Вот Нетрудно Заметить Что У нас Значительно Снизился Наш ДПС Однако У нас Подросла Альфа Альфа Это Тот Урон Который Вы Наносите Когда Совершаете Выстрел Он Умеряется Не в секунду А Это Тот Урон Который Вы Наносите Прямо Здесь И Сейчас Чем Вообще Характерны Эти Артиллерийские Орудия У них Очень Большой Интервал Между Выстрелами Если Брать Лазеры Гибридные Орудия И Баллистические То У Баллистических Всегда Самая Большая Альфа Бла При Этом Баллистические Могут Даже Уступать По Урону В секунду Но Тем не менее Альфа Способность Пробить Защиту Это Очень То Чем Обладают Эти Орудия Для Чего Вообще Требуется Большая Альфа Часто Например Пвп Используется Не столько В пве Сколько В пвп Когда У вас Есть Противник Который Активно Танкует Активным Танком Он Такой Вот Крепкий Но При этом Как бы Вы Понимаете Что Вам Его Не Пробить Если Вы Бьете Уроном В секунду Но За Единицу Времени Вы Можете Снять Ему Полностью Например Щит Если Он Хорошо Танкует Щитом И Пробить Его Броню Он Его Откачает Пока Вы Перезаряжаетесь Вы Стреляете Еще Раз Полностью Снимаете Щит Снова Снимаете Кусочек Броню И Действие Повторяется До тех Пор Пока Ваш Противник Не Будет Уничтожен Вот Но Это Такой Чисто Теоретический Случай Потому Что Он Тоже Не Будет Сидеть На Месть Он Будет Пытаться Воскрутать По Своему Будет Выходить С Траектории Да А Дальность Дальность Ведения Огня Повышается Значительно В артиллерии Но При этом Трекинг Оставляет Желать Лучшего У нас 36 км Наш Предел До Каких пор Мы Стреляем Да И На 15 км Если Мы Держим Цель То Мы Эффективно Попадаем В Случае Таких Среднеразмерных Судов Честно Мне Всегда Было Очень Трудно Держать Дистанцию Оптимала Больше 15 км Это Не так Здалеко То есть Вам Все Таки Приходится Заботиться О Защите И Вас Будут Неплохо Так Очень Сильно Пробивать Поэтому Я Больше Не Пулемет Но Это Мое Кульцевое Предпочтение Многие Играют Артиллерии И Прекрасно Справляются И Опять Смотрите Показатели Урона Урон Секунду Довольно Слабый Но Урон Альфовый Он Очень Большой Честно Я Не Очень Это Вижу А Вот В Пвп Да В Пвп Это Прекрасно Некоторые Корабли Республики Минмотар Используются Как Ваншот Орудия То есть Пушка Стреляет Очень Редко Но Она Выстрелила Один Раз И В общем То Больше Не Понадобится Потому Что Противник Не Очухается После Первого Залпа Опять Если Вы Промахнетесь И Враг Подойдет На Дистанцию Когда Вам Не Хватит Трекинга Чтоб По Нему Попасть Это Будет Финиш Вот Примерно Так Это Работает Дальше Для Артиллерии Есть Свой Тип Вторых Боеприпасов Это Квейк И Тремор Тремор Отличается Тем Что Он Очень Далеко Стреляет У Него Очень Большой Оптимал Обратите Внимание 75 Км Эффективная Дальность При Оптимале 54 Км Вести Огонь На Таких Дистанциях Очень Удобно Но При Этом У Нас Очень Слабенький Слабенький Дамаг Ну Альточка Соответственно Не то Чтобы Большая При Правильном Применении Стрельтов Например На Оптимал Мы Получаем 116 Км Даже На Среднем Корабле Мы Получаем Дальность 116 Км И 76 Км Оптимал Что Немало Это То Что Касается Патронов Тремор Квейк Квейк Это Артиллерийский Патронов У них Больше Дамажность Больше Альфа Соответственно Но У них Значительно Меньше Оптимал И Фаллов Он же Эффективная Дальность Часто Будет Слышать Термин Фаллов Если Вы Слышите Знайте Что Это Сейчас Называется Дальность Действия Она же Эффективная Дальность Вот Таким Образом Это Работает Ну И Опять Ж Получает Преприпас И И Смыш Сказать Они У Баллистических Орудий Все Завязаны На Фугасный Урон Без Вариантов Всегда Только Фугасный Урон Вот Ну И Еще Один Плюс Баллистических Орудий Они Совершенно Не Потребляют Конденсатор То Если Вас Высушат Вы Все Рано Продолжите Вести Огонь И В общем Чихать Хотели На Всякие Такие Мелчи Далее Давайте Рассмотрим Следующий Тип Вооружения Это Будут Гибридные Орудия А Вы Пока В Комментариях Напишите Вопрос Может Я Опять Что Упустил Сообщите Мне Об Это Мало Ли Че Поехали Гибридные Пока Я Стал Гибридные Пушки Вспомнил Что Я Упустил Опять Куча Список С Непонятными Названиями Как В Чем Существует Помимо Размеров Существует Несколько Базовых Калибров В нашем Случа Это Электрон Бластер Сейчас Речь идет О бластерах Орудия Ближнего Боя Электрон Бластер Ион Бластер Нейтрон Бластер Все Остальное Это Их Варианты Смотрим Электрон Показать Варианты И Мы Видим Все Вот Эти Варианты Как Есть Они Идут Сверху Вниз По Их Мета Уровня Чем Ниже Тем Выше Мета Уровень И Тем Круче Пушка Особенности Значит Если Мы Говорим Про Т1 Варианты С Мета Уровнями То Чем Выше Мета Уровень Тем Меньше Ресурсов Он Потребляет И Тем Более Эффективен Он Болит Т2 Очень Интересен Тем Что Он Во Первых Дает Бонус Дает Возможность Использовать Т2 Боекрепасы Во вторых Он Потребляет Больше Ресурса Чем Мета Уровень И Третье То Что Он Более Эффективен Чем Т1 Аналоги Вот Это То Что Нам Надо Снать А Дальше Опять Те Же Принципы То Что Мы Рассматривали На Примере Баллистических Орудий Да Мы Еще Не Рассмотрели Такую Штуку Как Поларайзет Поларайзет Оружие Значит Давайте Тогда Вот Здесь Мы Рассмотрим Четыре Типа Орудий Самый Слабый Электрон Средненький Калибр Ион Крупный Калибр Нейтрон И Поларайз Такой Самый 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 Страшный Как Различать Калибры Я Говорил Об этом Несколько Раз В своих Предыдущих Видео Но Потреб Еще Раз Смотрите На Ресурсы Потребления К Фиталки Чем Больше Ресурсов Живет Пушка Тем Выше Ее Калибр Смотрим 1500 Базовый Прикидываем Ставим Пушку Остается 1374 Окей 1333 Соответственно Нейтрон Крупнее Чем Ион И Смотрим Электрон 1417 Соответственно Электрон Самый Слабенький Самый Маленький И Вот Ион Монтируем Первым По Старшинству По Возрастанию Оп Давайте Пушки Чем Нибудь Наши Зарядим Прикольно Давайте Начнем С таких Крупасов Антиматерия Потом Рассмотрим Их 7 Но Сейчас Нам Нужно Рассмотреть Пока На Одном Примере Как Видите Наверняка Даже Если Убрать Четвертое Орудие В общем Урон Трех Орудий Существенно Больше Нежели Был Урон У Баллистических Орудий Это нормально Бластерное Орудие Самое Дамажное В игре У них Есть Только Один Недостаток Существенный Они Могут Стрелять Практически В упоре Это Их Дистанция Боя Чтобы Вам Эффективнее Неносить Урон Вам Нужно Как Можно Ближе Быть К Вашему Врагу И Иметь Хороший Прекинг Правильный Угол С ним Держать Когда Вы Будете Стрелять По Основным Орудиям Применяется Все То же Самое Что К Баллистическим То Что Я Не Сказал О Них Это Так Назованные Паваризованные Орудия Паваризованные Орудия Это Орудия С Повышенным Домогом Базовая Т2 Нейтрон Бластер Нам Дает 52 ДПС А Т2 Паваризованный Бластер Дает Нам 66 ДПС Но Обратите Внимание У нас Вновь Ушли Все Наши Резисты Говоря Зачем Нам Это Надо Что Мы Этим Хотим Добиться Мы Убиваем Насмерть Все Свои Резисты Но При Этом Мы Наносим Очень Большой Урон Нашему Врагу В Пве Я Не Увижу Применение Для Таких Технологий С Дальше Следующие Орудия 8 С Небольшим И 2 С Небольшим Гибридные Орудия Являются Самыми Такими Шустрыми Пушками В игре То есть У этих Орудий Показатель Трекинга Выше Чем У Баллистических Ну Собственно Это необходимо Потому что Вам нужно Держаться К вашему Врагу Как Можно Ближе Было бы Глупо Если Вам Было Необходимо Держаться Кругу Близко При этом У вас Отставал Б Трекинг Далее Чем Эти Пушки Наносят Урон Термическим И Кинетическим Типом Урона Насколько Я знаю В разных Вариациях Они могут По-разному И не стрелять Ну Например Вот Такие Тректоры Войды Добьют Пополам Нули Термала Больше Антиматерия Кинетики Больше Чем Термала Опять же Под каждую Нипись Вы Подбираете Свой Тип Урона Который Вы Будете Ее Убивать Паутоний Опять же Кинетика Больше Уран Кинетика Больше В подавляющем Большинстве Случаев Кинетика Всегда Превалирует В Т1 Боекрипасах Т2 Возможные Варианты Теперь Чем Они Друг от Друга Отличаются В отличие От баллистических Опять же Примерно Одинаковое Соотношение Термал Кинетика Всегда Пушки Бьют Только Термал Кинетик Больше Ничем Эти Снаряды Бить Не будут Ни электромагнитным Родом Ни фугасным Только Термал Кинетика Всегда Чем Они Отличаются По большому Счет Отличаются Они Показателями Оптимальной Дальности Раз Отличаются Они Влиянием На Потребление Конденсатора Вашим Орудиям То есть Некоторые Боекрипасы Имеют Бонусы К тому Чтобы Ваши Пушки Потребляли Меньше Энергии Накопителя Ну Соответственно По этим Бонусам Вам Когда Вы Подбираете Какую Либо Цель Ну И Вторая Характеристика Что Меняется Меняется Характеристика Урона То есть 10 14 Да Сколько Убьете Следующий И 6 8 И Далее Далее Они Меняют Соотношение Ну Никак Вообще Не Влияет Ни На Скорострельность Там Мина Какие-то Другие Характеристики Мина Трекинг Например Единственное Единственный Такой Нюанс Свет 7 43 43 У Тректорых Боекрепасов Трекинг Занижен Это Пожалуй Единственный Случай Когда Есть Влияние На Трекинг От Боекрепасов Во Всех Остальных Случаев Влияние На Конденсатор И На Дистанцию В случае Тректоры Получается Снижается Оптимал Не только Оптимал Но еще Эффективная Дальность И снижается Скорость Снижения Трекинг Вот таким Образом Работают Гибридные Орудия Опять же Многие Игроки Давайте Сейчас Уберем Это Безобразие Выставим Давайте Самый Критный Калибр Самые Страшные Боекрепасы И Добавим К этому Улучшайзеры На Урон В Случае С Гибридными Орудиями Это Стабилизаторы Магнитного Поля Обратите Внимание В базе У Баллистических Орудий Было Там Четырец Небольшим У этих Пятьсот Небольшим Но Опять же Есть Показатели Дистанции Вам Чтобы Уносить Хороший Урон Можно В Упоре Быть От Своего Врага Опять же Есть Своя Область Применения Например В охоте Такие Корабли Могут Армитить Линкоры И Очень Больно Раздамаживать Т2 Боекрепасами Также Можно Повышать Дистанции На 10 Км Вы Увеличиваете Вашу Дальность Что В общем То Неплохо И Делает Ваше Орудие Такими Сравнения С Баллистическими Я вообще От баллистических Считаю Как правило Не так удобно Баллистические Такие середнячки У них Средний трекинг Средняя дальность А у всех остальных Там бывают Перекосы В разные стороны У кого-то Высокий трекинг Низкая дальность У кого-то Высокая дальность И низкий Трекинг Как у лазеров Но О лазерах Чуть позже Давайте Сейчас Сравним Еще один Момент Почему Люди Часто Используют Фракционные Боликрепасы Вместо Т2 Опять же Я уже говорил Что идет Снижение Трекинга Если Вы Атакуете Соразмерную Цель Другой Линейный Крейсер Либо Вы атакуете Линкор То Вам В общем-то Плевать На трекинг С высокой Колоходы А вот Если Вы атакуете Крейсер Или фрегат То Вам Уже Хорошо Было Иметь Хороший Трекинг Потому Что Заниженный Будет Плохо Попадать Итак 561 ДПС Т2 Бэй Плепасы 61 ДПС Уходит Если Мы Используем Фракцию Остается 503 Но У нас Выравнивается Трекинг С 30 До 48 Это В общем-то Может Сыграть Важную Ролю В бою Потому Что Опять Ж Красивые Циферки Вот Здесь Далеко Не Всегда Означают Что Вы Так Скажем Эти Циферки Реально В бою Сможете Нанести Вашему Врагу Это Важный Такой Нюансик Который Надо Знать И Помнить Так Ну Про Улучшайзер Вроде Все Рассказал Да Как Это Работает Как Это Выглядит Трекинг Понятно Типа Урона Понятно Дальность Действия Я думаю Понятно Опять Ж У Вот Этих Фракционных Боеприпасов Дальность Действия Несколько Выше Чем У Тех Вторых Тех Вторых Как правило Вообще Используются Варианты Для Дальнего Боя Потому Что Видите 25 Километров Парашют Попадать Будет И В общем То Неплохо Дамажит 400 ДПС Для Такого Корабля Это Немало Но Это Так Опять Мелочь Здесь Не Всегда Удается Три Таких Штук Ими Поставить Часто Нужно Тратить Средние Сваты Или Лоу Сваты Для Защиты Вашего Корабля Вам Вот Придется Всегда Искать Какие Балансы Чем Жертвовать Это Нам Имеет Смысл Поговорить Еще О Рельсотронах Ну Тут Принцип Все Тот же Три Варианта Пушек Да 75 Миллиметров Это Мало Простите Средние Двойная 150 200 И 250 Ну Соответственно Опять же Смотрим Сколько Единиц Реактора Потребляется 150 Есть Меньше Всех 200 Средненько И Всех Опять Опять Определили Какой Калибр Самый Большой Отлично Ставим 250 Давайте Вот Так И Рассмотрим Как видите Разница Не так Велика Как Разница Между Уроном Артиллерии И Пулеметов И Лицитронов И Бластеров Всего 80 ДПС И Так Уши Много Будет Сказать Да Там 400 Было 500 Простите Было На Бластерах Да Было 500 На Бластерах С тем Более Более Было 500 На Бластерах С тем Более Крепасом И Сейчас 420 Сантиметров Что Поменялось Поменялось Дистанция Ведения Боя Обратите Внимание Дистанция У нас Составила 53 Километра Что Страшно И 25 Километров Соответственно Наш Оптимал То есть Держась На 20 30 Километрах От цели Будем Прекрасно Дамажить И Делать Нашему Врагу Очень Больно Если Даже Он Отойдет От нас Километров На Дальнобой Дальнобой Спайк Вообще За сотню Километров Может Лупить Но При этом Урон Совершенно Сваленький И Более Близкая Пушка Не сказать Что Сильно Отличается 426 Антиматерия Калдарская 420 Ширь ДПС Достаточно Слабое Различие При этом 1240 Очевидно Что Антиматерия Круче Из-за 6 ДПС Снижать Настолько Свой Оптимал Мне Кажется Нецелесообразно Ну Вот Как-то Так Давайте Перейдем К следующему Типу Вооружения Это Будут У нас Лазеры Смотрим Лазеры Мы Берем Импульсные То есть Лазеры Ближнего Боя Опять Видим Ту же Картину Что Видели Ранее За Одним Исключением У нас Лазеров Всего Два Калибра То есть Есть Спокусированный Медиум Пульс Лазер И Тяжелый Медиум Пульс Лазер Чем Они Отличаются Понятно Что Хэви Пульс Лазер Тяжелее Покус Медиум Пульс Лазер Он Легче Соответственно Хэви Более Дамажный Чем Фокус Также Присутствует Поварайзер Ну Вы Уже Знаете Что Такой Поварайзер И У себя Фитавочки Сами Можете Смоделировать Урон Нужен Вам Такой А я Пока Сосредоточусь На Тех Двух Калибрах Которые У нас Есть Вот Из Интересного Что Вам Хочется Сказать Т1 Боеприпасы Лазера Базовые Они Бесконечные То есть Вы Можете Ими стрелять Столько Сколько Вы Хотите Ими Стрелять И В общем Не иметь Никаких Затруднений С этим Это Раз Да Дальше В чем Разница Между Опять же Все Те Меже Калибрами Все Те Же Принципы Малый Калибр Больше Трекинг Меньше Дистанция Меньше Урон Крупный Калибр Обратная Ситуация Поэтому Мы Выставим Сейчас Сразу Калибр Побольше Отключим Все Улучшайдеры И Берем Какой-то Из Боеприпасов Часто Используют Мультипликнесси Вообще Кристаллы Мы о них Попроще Поговорим Отличаются Мощностью Дальностью И Давайте Стандартные Мне нравится Нарывание Стандартные Вот Стандартным Таким Боеприпасом На 21 Километре В общем-то Немало Если помните То У Гибридных И Баллистических Орудий Дистанции Совершенно Другие А у Лаверов Прямо Далекие 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 Дистанции И Разные Клевые Дома Давайте Поставим Улучшайзеры На увеличение Урона Называются Они Радиаторы Или Хитсинк Я Зову их Хитсинкем Потому что Я никак не Привыкнул Ни к каким Радиаторам И вообще Какие могут быть Радиаторы Когда есть Хитсинки Опять же Т1 Боеприпасы Несравнимо С гибридными Орудиями Гибридные Орудия Короче Давайте Строим Такое Сравнение Прямо Сейчас Мы Выставим Одну Автопуску Допустим А425 Одну Гибридную Пушку Тоже Самого Большого Калибра Бластер Нитрон И Один Лазер Импульсный Самый Тяжелый И Каждый Из них Зарядим Таким Вот Техтор Бай Припасом Предназначенным Для нанесения Урона Самым Мощным Вот Что у нас Получается У нас Получается Просто Я думаю Что Как раз Суть в том Что надо Все это Сравнить У нас Есть 57 Давайте Афтальные Улучшайеры Добавим Тоже Так Мы Добавляем Радиаторы Добавляем Магнетик Филит Стабилайзер И Добавляем Гиростабилизатор Что мы Получили Мы Получили Средненькая Такая Дистанция Введения Огня В виде 10 Км И 1,5 Км Оптимал При этом Сам Урон У нас Будет 61 ДПС В секунду Гибридные Тушки 83 ДПС В секунду Примерно 6 Км Эффективная Дальность 3 Км Оптимал Обратите Внимание Больше Чем У Баллистических Орудий Да Трекинг Давайте Еще Сравним Трекинг У гибридов Все равно Выше Чем У Баллистических Орудий Даже Несмотря На то Что Используется 102 Баллистерапас С Занижением Трекинга Я Подбираю Такие Аналоги Более Менее Быстрее Да И При Всем При этом У нас Есть Лазерная Пушка Которая 68 ДПС В секунду Делает Это Больше Чем Пулемет Но Меньше Чем Гибрид При этом Дистанция 13 Км Уже Меньше Чем Больше Чем Гибрид И Больше Чем Пулемет И Больше Чем Гибрид То есть Самая Большая В итоге И Трекинг 22 Меньше Чем Пулемет Меньше Чем Гибрид Пушка Меньше Чем Бластер Из Всего Этого Несложно Понять Что Лазерные Орудия Это Орудия У которых Высокая Дальность Высокий Оптимал И Вместе С тем У них Такой Вот Слабенький Трекинг Достаточно Кроме Того Из Недостатков По Урону Да Они Сильнее Чем Пулеметы Но Слабее Чем Гибрид Орудия К Недостаткам Можно Отнести То Что Активация Лазерных Орудий Стоит Очень Много Единиц Гига Джоулей Соответственно Активировать Их Достаточно Дорого Поэтому Очень часто Собой Возят Какие-нибудь Батареи Я Подзарядки Конденсатора С помощью Бустера Специального Ну Кто-то Так Делает Кто-то Не Делает Кто-то Просто Дает Узком Отдохнуть И Ждет Пока Конденсатор Восстановится Вот Примерно Так Это Работает Ну Соответственно Все Остальные Показатели Примерно Те же Дальше Хочется Поговорить О Зарядах О Зарядах Лазерных Орудий Во-первых Лазеры Не Используют Большого Количества Снарядов Как Любые Другие Кровенные Орудия Используют Линзы Если Мы Говорим Про Т1 Базовые Линзы То У них Срок Службы Бесконечен Вы Можете Использовать Эти линзы Столько Сколько Хотите Использовать А вот Если Вы Используете Т2 Боеприпасы Либо Фракцию У этих Линз Есть Ограниченное Количество Использований И вот Больше Чем Положено Вы Не сможете Вести Рано Или Поздно Они Кончатся Поэтому Имеет Смысл Возить С собой Запасы Т2 Линз И Фракционы Далее Что Еще Можно Сказать Про Лазеры Про Боеприпасы Наверное Имеет Смысл Что Сказать В Бою В ПВЕ Часто Используются Мультичастотные Кристаллы Вот Какого Типа У них Повышенный Электронагнитный Урон И Средники Термические В Меньшей Степени Используются Все Остальные Гаммочки Я Использую Да И Есть Боеприпасы Которые Позволяют Очень Далеко Придять Чуть По Семнадцать Километров Это По сути Такая Дальность Хорошая Дальнобойных Орудий Вот Ну Вот Это То Что Мне Хочется Сказать Про Лазерные Орудия Опять же Дальнобойные Это Второй Патрон Неплохой Урон В принципе И Очень Хорошая Дальность Поражение Цели 28 Километров Это Достаточно Большое Расстояние Для Среднеразменного Корабля Без Бонусов Да С Бонусами На Дальность 42 Километра Тут Вообще Страшная Страшная Машина Давайте Посмотрим Теперь Бимовые Лазеры Есть Импульсные Есть Бимовые Здесь Переведите Ключевые Ну Пусть Будут Ключевые Есть Как раз В отличие От всех Остальных Три Типа Лазеров И Опять же Мы Смотрим О потреблении Нашего Конденсата Нашего Реактора Чем Больше Пушка Пушка Пушет Пушет Тяжелее Ее Калибр Здесь Можете Видеть Что Дамаг Не то Что Очень Но И Дальность 10 Км Только Оптимал Пушка Такая Несладенькая Несладенькая Что Еще Нужно Знать Вот Такие Бимовые Пушки Потребляют Большую Энерги Поэтому Вам Придется Приложить Тело Реактор Выдержал Нагрузку Вам Придется Усиливать Ваш Конденсатор Ну Вот Собственно Все Что Я хотел Рассказать О Турельных Орудиях Повторим Еще Раз Так Закрепим Основные Характеристики Это Базовый Урон Это Частота Стрельбы Из которой Формируется Поражающее Действие Секунду Это Оптимальная Эффективная Дальность Где Эффективная Дальность То есть Наибольшая Является Пределом Где Ваш Корабль Вообще Способен Наносить Урон И Оптимальная Дальность Чем Ближе От Эффективных К этому Показателю Тем Больше Шанс Нанести Полный Урон Также Нас Интересует Тип Урона Один Из Четырех И Скорость Налог Орудий Чем Больше Тем Больше Вероятных Попасть По Той Или Цели Как Названия Страшные Как Это Все Порядочить Смотрим Опять же Вариант И Видим От Метра Ноль До Метра Четыре Все Варианты Пушки Вот Таким Образом Мы Это Сделаем Вот А уже В следующем Наверное Видео Потому Что В этом Я чувствую Что Слишком Много Будет Информации В Следующем Видео Я Расскажу Вам О Ракетах И Если Время Останется Если Позволят Нам Наши Знания И Голова Не Лопнет То Я Расскажу Еще И О Дробах Вот Такие Дела Вам Большое Спасибо За Внимание С Вами Был Бородов Онлайн Подписывайтесь На Канал Ставьте Лайк Пишите Свои Вопросы В Комментариях Я Самый Лучший Фит Тот Который Вы Сделали Сами Который Удобен Для Вас Для Того Чтобы Сделать Такой Фит Надо Обладать Знаниями По Опять У Всех Фракций Есть Какие-то Определенные Упочтения Вооружения Если Посмотрели Видео Наверное У вас Внимание Если Говорили Ага У Матар Не умеют Ракеты И пулеметы Пулеметы Какие-то Пушки Среднячки Средненький Урон Средненькая Дайвность Средненький Трекинг И В общем Практически Любым Типом Урона Они Бьют В В Термалом В Тоже Время У Них Очень Хорошая Дальность Очень Плохой Трекинг И Нужно Как-то Поставить Свой Корабль Если Вам Нужно Долго Ну И Далее Далее По Списку Опять же Вот Такие Мысли Зайдите В Любином Корабли Будет Насколько Эффективно Вот Такие Пироги Проще Всего Опять же Смотреть На Гнозисе Хотя У Омарцев Масса Кораблей Есть С бонусами На Стабилизацию Конденсатора На Уменьшение Потребления Энергии Конденсатора И Наверное Если Вы Хотите Уиграть Омарами Вам Нет Смысла Чуть Чуть Их Точнуть И Смотреть Что Они Себ Вот Такой Литбез Получился Помните Пожалуйста Что Вот Эти Единицы Урона Они Не Дополнены Сейчас Дронами А Дроны Могут Сыграть Существенную Роль Не Сильные Урона Потому Что Даже 5 Средних Дронов Это Очень Серьезно И Очень Круто Фух Нифига Себе Прощание Ну Ладно С вами Был Боролдух Онлайн Пишите Свои Вопрос В Флай Вам Сейф И Там Не забудьте Правый Верхний Угол Там Всякие Реквизиты Мои Можете Меня Поддержать Не Дать Не Умереть С Голоду Не Дать Не Продать Себя В Рабство И По Травду Другие Глубки Меня Спасти Флай Сейф Друзья Всем Пока Редактор субтитров Продолжение следует...